Здравствуйте дорогие друзья, седьмая бета для разработчиков уже с нами. Обо всех изменениях и нововведениях, которых не много, но они все таки есть традиционно в нашем информативном видео. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Update получился достаточно компактным, всего 100 мегабайт. Скоро буквально через несколько бет публичный релиз как никак. Для начала хотел бы извиниться за дезинформацию. При разрядке смартфона ниже 20% фонарик все таки работает. Видимо мой смарт измученный различными тестами споймал какой-то баг. Но после перезагрузки все заработало вновь. Так что и просьба при встрече не бить хотя бы ногами. Наконец-то устранили баг с появлением обойны на экране блокировки после нажатия на кнопку питания. Очень сильно раздражало появление черного экрана до нескольких секунд, особенно если использовалось светлое изображение. А сейчас все божественно плавно, прямо кайф. Кстати, размер шрифта используемого для отображения часов на экране блокировки стал чуть компактнее. Также пофиксили появление музыкального виджета на экране блокировки при его активации. Да и вообще, все лаги связанные с музыкальным виджетом были исправлены. Тот же центр уведомлений теперь открывается девственно плавно и без рывков. Особенно раньше это напрягало в момент появления виджета. А в пункте управления появилась новая иконка музыкального плеера вместо смартфона. Правда от нее не холодно, не жарко, но сделали и сделали. При активации режима в полете Wi-Fi и сотовая сеть передачи данных деактивируются, но iOS запоминает какие переключатели работали и при отключении авиарежима все беспроводные интерфейсы активируются вновь. При всем при этом работа Bluetooth не затрагивается. Действительно, а то вдруг вы слушаете музыку по беспроводным наушникам. Если пройти в настройки основные ограничения, то вы больше не заметите меню связанное с настройками пароля. Больно надо. Слегка обновили надпись с приветствием, появляющуюся при первом использовании режима портрет, который кстати еще в прошлой бете вышел из режима бета-тестирования. Люблю эту функцию. Переходим к производительности. Geekbench говорит, что ничего нового с ним не произошло, а видимо изменения можно отнести к погрешности. С Antutu та же история. Что касается полевых условий, то реальная разница может быть заметна только при свайпах дисплея на рабочем столе старых устройств. Анимация стала чуть более плавной, но все что по части запуска приложений iOS 11 все так же проигрывает по скорости работы iOS 10. Начиная с iPhone 6s особой разницы нет. Если у вас зависит процесс обновления на новую прошивку, а это судя по нашим комментариям достаточно распространенная, не паникуйте. Недавно пошарился по форуму для разработчиков и там ребята рекомендуют открыть настройки, основные, хранилища iPhone, отыскать и удалить скачанную прошивку, а затем заново перейти в раздел с обновлением ПВО и повторить процедуру установки свежей прошивки. Должно помочь. На этом все, финалочка близится и уже совсем скоро наряду с новыми гаджетами от компании мы получим финальный продукт, о котором я расскажу все в одном большом крупном обзоре, так что если лень пересматривать все предыдущие обзоры Бет, то просто дождитесь этого видео. А для этого надо подписаться и нажать на колокольчик. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.